Как у пацанов дела? Че там как? Мужчин много вопросов, но мне кажется, что дела все равно обстоят чуточку, может быть, получше, чем у женщин. Бронзбой протекает, мой фонарный столб не горит. Игорь, задумайся, наверное, ты что-то, может быть, делал не так, и вот сейчас у тебя есть сбои в чем-то. Все, теперь я конан-варвар. Пока не отваливается, мужики не ходят к врачам. Окей, не будет эрекции, жить можно, но если будет инфаркт или инсульт, от этого можно умереть. Я тебя услышал. Всем привет, это подкаст «Накопились токсины», и с вами душный зожник Игорь Кун. И сегодня у меня в гостях уролог, автор канала «Мистер Икс. Мужское здоровье» Дмитрий Хистный. Привет. Привет, Игорь. Сегодня у нас тема, которая, ну, мне кажется, в моем детстве была скрыта за тремя иксами, поэтому я ее решил кодово назвать «Икс файлз». Ну что, в первой части программы, честно говоря, я хочу снять блоки, эти мужские страхи. Почему-то бояться идти к урологу, бояться вообще проверять свое здоровье. У нас вообще, мне кажется, пока не отваливается, мужики не ходят к врачам. И что с урологией? Давай так, чем ты занимаешься, с чем к тебе приходят? Я, скажем так, охвату очень большую сферу, и ко мне приходят, вот, собственно, начиная от инфекции, заканчивая онкологией, мочекаменной болезнью, опухолей и так далее, и так далее. Слушай, первый, наверное, такой момент. Люди боятся прийти, ну, мужики, боятся прийти и, наверное, заговорить даже о какой-то своей проблеме. Это сейчас, конечно, будет все-таки юмором, но помогут ли метафоры в этом смысле? Типа, бронсбойд протекает, ну, что-нибудь такое, типа, мой фонарный столб не горит. Или как правильно тебе сказать о своей проблеме, чтобы, ну, типа, не потерять мужское достоинство, скажем так? Очень хороший вопрос. Ну, на самом деле, я придерживаюсь все-таки, наверное, тактики открытого диалога, наверное, дружеского диалога. И я за то, чтобы максимально как-то вот проникнуться ситуацией и человеком, и установить с ним какой-то вот дружеский контакт, да, чтобы это не было какими-то метафорами, или там вот у моего друга там заболело, и там... И он попросил меня спросить. Да-да-да, то есть я с самого начала пытаюсь установить, неважно, будь то, не знаю, там, парень 18 лет, или это там мужчина 65 лет, да, максимально... Ну, естественно, я считываю, скажем так, психотип человека, да, если человек приходит на полном серьезе и сурово настроенный, видно, что что-то сильно беспокоит, естественно, я не буду там шутить там и так далее. Вот, но в любом случае, скажем так, контакт должен быть не из серии врач-пациент, ну, как по моему мнению, да, а больше дружеская беседа. И тогда, и тогда, мне кажется, что, возможно, он тебе расскажет больше того, что не рассказал другим специалистам, и ты действительно сможешь проникнуться и помочь ему. Угу, прикольно. Здесь, да, наверное, подход решается. Хотя у девчонок, например, да, гинекологи, это какая-то... Ну, кстати, тоже страшные люди и страшные кабинеты с гинекологами, потому что девочки заходят и им говорят, выходишь и рожаешь от первого встречного. У тебя не бывает рекомендаций, типа, выходишь и срочно делаешь детей? Ну, сложный вопрос, конечно, но в зависимости от того, кто приходит к тебе, да, и здесь нужно понимать, что если... Нет, естественно, что у нас нет такого, знаешь, вот приходит мужчина, там, не знаю, 35 лет, и он говорит, вот, у меня там ряд проблем, а я ему говорю, слушай, давай-ка ты будешь заканчивать, там, вести разгульный образ жизни половой, да, и вот, наконец-то, степенишься и заведешь ребенка. Нет, каждый мужчина, каждый человек выбирает тот путь, который он выбирает, вот, но в любом случае, в любом случае мы должны понимать, что если мы немножко затрогнем репродукцию мужчины, да, то, к сожалению, в принципе, как и у женщин, начиная с 35 лет, да, наши показатели, причем показатели нашей спермы, нашего экулята, да, наш гормональный статус, все это неуклонно идет вниз, плюс образ жизни, плюс экология, плюс генетические факторы, и итогом мы получаем, что мужчина 35 лет, к сожалению, да, не всегда может, скажем так, с первого раза, там, завести желаемого ребенка, поэтому это большая проблема, и это, в принципе, как-то тема, может быть, даже какого-то отдельного большого разговора, но это очень интересно, и много проблем, которые, к сожалению, все больше и больше встречаются в самим обществе, в обществе нашем. Я, видимо, сегодня буду отвечать за саундтрек грустных вздохов на фоне твоих рассказов. Ну, тогда перейдем к какой-то основе. В каком возрасте к тебе приходят, в каком нужно, и, ну, про проблемы мы отдельно еще поговорим, про возраст. С какого начинать? Ну, учитывая, что специальность урология, да, делится на детскую урологию, андрологию и, скажем так, взрослую урологию, да, то, естественно, я принимаю пациентов от 18 лет. От 18 лет, ну, и заканчивая, в принципе, не заканчивая, да, то есть это может быть и 90 лет, и 95 лет. То есть твои пациенты, все, кто дышат. Все, кто дышат, все, кто, да, да, именно так. Вот. Второй вопрос у нас был касаемо... В каком нужно прийти, точно. Да, в каком нужно. Здесь тоже очень интересный вопрос, и, наверное, я бы разделил бы всех пациентов, ну, если мы говорим, допустим, про мужчин, то на три возрастные категории. Ну, давай возьмем первую возрастную категорию, это мужчины до 35 лет, 30-35 лет, да, то есть что это? Это в основном пациенты, ну, опять же, мужчины, которые, возможно, не утверждаю, но, возможно, ведут разгульный половой образ жизни, да, и, соответственно, риск инфекции, которые передаются половым путем, здесь максимально высокий. Плюс, если это мы берем ребят или молодых мужчин, которые зимой, да, ходят без подштанников, любят ездить без подогрева, хотя, кстати, подогрев в сидении тоже отдельная тема. Ты знал, например, что подогрев в сидении может снижать качество твоей спермы? Нет. Вот, так же, как и тесное белье, к примеру. Я тебя услышал так, друзья. Да, уже три рекомендации было просто сейчас подштанники, подогрев сидений и тесное белье. Вот, да. Поэтому первая возрастная категория – это мужчины до 35 лет, это в основном инфекции, это, скажем так, простатит, да, хотя, опять же, немножко развею миф, к сожалению, вот у нас в странах, скажем так, постсоветских, да, хронический простатит сильно преувеличен, и на самом деле нет такого большого количества простатитчиков, да, как вот это преподносит. То есть, скорее, очень много рекламы средств от простатита, которые пугают. Понимаешь, честно говоря, вот простатит – это такое очень коммерческое заболевание, объясню почему. Вот неважно, там, у тебя проблемы с ректильной функцией, да, у тебя там раннее семяизвержение, или там болит где-то вот в области низа живота, там, таза и так далее. Ты приходишь к урологу, и он тебе ставит сходу диагноз хронический простатит. Ты сразу думаешь, о, Господи, это что, хроническое заболевание, то есть оно неизлечимо. Простатит – это что-то связано с простатой, а как мы знаем, простата – второе сердце мужчины, да, вот. И начинается, значит, что это у нас всякие физиопроцедуры, которые обычно курсами и очень долго какие-то трансректальные, да, через прямую кишку, всякие вибромагнитолазеротерапии, и обычно врачи привязывают к себе пациента, к сожалению, да, потому что нужно понимать, что под маской вот этого вот хронического так называемого простатита может скрываться вот тот же самый дефицит половых гормонов, да, это синдром хронической тазовой боли, то есть, опять же, когда болит что-то в области предстательной железы, там, прямой кишки, промежности, неважно, но на самом деле это не предстательная железа, это или защемился нерв, или проблема с пояснично-кресовым отделом позвоночника, или защемилась какая-то связка, да, поэтому простатит, конечно, это вот то заболевание, да, есть простатит действительно, и он имеет место быть ему, но не так сильно, как вот стараются, к сожалению, вот урологи, ну, в основном это вот как раз урологи нашего постсоветского пространства, которые на этом, к сожалению, опять же, зарабатывают деньги. Ну, здесь, наверное, мы про каждую сферу медицины можем так сказать, поэтому здесь просто, как всегда, ищем хорошего врача, про это у меня был отдельный выпуск, не будем касаться, но просто вот рекомендации все есть отдельно. Что касается пациентов, тоже гинеколог сказал, что очень много людей, которые вообще не знают своего тела, это что касается девочек, как у пацанов дела? Вообще в курсе, что там как? Слушай, ну, тут тоже дела обстоят не очень хорошо, скажем так. Так, биологию все не очень, да? Да, ну, естественно, нам как-то проще, мужчинам, у нас все с виду, все снаружи, нам не нужно залазить куда-то туда, вот. Но в то же время, допустим, ну, общеизвестный факт, да, например, что, скажем так, в состоянии эрекции, да, пописать тяжело, ну, максимально тяжело, да. Ну, вот некоторые мужчины пишут с целью, вот, значит, помогите, я, значит, когда после полуконтакта, я не могу нормально помочиться. Вот, или, например, вы знаете, доктор, я когда вот просыпаюсь, например, да, у меня так много мочи, а в течение дня меньше. Или, к примеру, вот тоже это вот просто номер один. Доктор говорит, я вот, когда пью много воды, у меня мочи много выделяется, а когда я пью мало воды, мочи мало. То есть, я, мне иногда хочется сказать, слушай, ну, это банальная, не знаю, физика первый класс, да, там, как можно этого не понимать. Вот, поэтому, естественно, да, у мужчин много вопросов, у мужчин много непонятных ситуаций, но мне кажется, что дела все равно обстоят чуточку, может быть, получше, чем у женщин. Ну, потому что, опять-таки, нам все виднее. Все виднее, да, и опять же, это наш инструмент, которым мы должны пользоваться в плане, я имею в виду, даже самодиагностики, да, мы можем увидеть, можем пощупать, мы можем определить, если что-то изменилось. Ну что, тогда давай про анализы. Что сдаем? Вот 35. Какой должен быть скрининг сделан, наверное? Есть же, наверное, какой-то профилактический, или просто хотя бы понимать для того, чтобы потом было с чем сравнивать. Да? Да. Что сдаем? Так, ну смотри, я вообще сторонник того, чтобы мужчины сдали, сдавали свои анализы не тогда, когда у них что-то болит и отваливается, ты сказал, да, а любой мужчина в возрасте даже, наверное, не 30, а, наверное, 30 лет, да, обязательно должен знать уровень своих половых гормонов. Объясню почему. Знаешь, есть такой мужской половый гормон – тестостерон. Самый главный, да, который ассоциируется, в принципе, с мужественностью, с мужчиной и так далее. И, к сожалению, все чаще и чаще я встречаю мужчин, которые, опять же, испытывают симптомы дефицита тестостерона. И они ко мне обращаются тогда, когда у них уже есть эти жалобы, эти симптомы. Мы смотрим анализы и не всегда можем определить, с какими анализами он жил тогда, когда у него проблем не было. Потому что анализы, в частности, вот на мужские половые гормоны, они не совсем однозначные, потому что там очень большой разброс. И, допустим, тот, у кого есть жалобы, и тот, у кого нет жалоб, у них могут быть абсолютно одинаковые уровни тестостерона. И наш начальный, вот скажем так, пик тестостерона, который, наверное, в среднем до 30 лет, да, у нас, то есть, идет пик, потом постепенно, постепенно, то есть, у женщин как-то менопауза наступает резко в течение, там, года у них. Все гормоны женские отключаются. У нас, начиная с 30 лет, возникает вот такой, скажем, мужская менопауза, она постепенно, постепенно... С 30? С 30 лет по одному 2% тестостерона... Ну, все, я выхожу на пенсию. Мы теряем. Поэтому первое, это нужно знать уровень своего тестостерона обязательно, да. Помимо этого, мы должны сдать такие базовые анализы, как биохимический анализ, да, который покажет... Ну, то есть, мы сейчас говорим о каких-то таких базовых вещах, где можно заподозрить какие-то более серьезные проблемы, да. Я просто залез уже к себе в анализы, я же душнила. А есть Т4 свободный, ТТГ, это просто... Да, это гормоны щитовидной железы, это немножко наша тематика, да, но... Вот, кстати, хорошо, что ты сказал про гормоны щитовидной железы. Мы должны понимать, что несмотря на то, что я там уролог, а есть там, не знаю, эндокринолог, а есть гинеколог, мы должны смотреть все в совокупности. Не зацикливаться вот только на тестостероне, только вот там на каких-то инфекциях, которые связаны вот с пристательной железой и так далее. То есть, мы должны немножко как бы мыслить чуть шире. И поэтому я, когда, допустим, обследую мужчин с подозрением на возрастной или на просто дефицит тестостерона, я обязательно беру у них в том числе и гормоны щитовидной железы, да. Я не берусь, конечно, там назначать лечение по гормонам щитовидной железы, но я, по крайней мере, возьму и направлю человека к нужному специалисту, а именно к эндокринологу. Вот. Поэтому половые мужские гормоны – это тестостерон, это глобулин, который связывает половые гормоны, это лютинизирующий гормон, это эстрадиол и пролактин. Кстати, вот про эстрадиол и пролактин ты именно скажешь, что это женские половые гормоны. Нет, я душнилый, я знаю. А, ты знаешь, да, да. Поэтому мы должны знать хотя бы, не знаю, разочек сдать в возрасте 30-35 лет, где-то себе записать. Опять же, трудность диагностики, проблем с мужским здоровьем, в частности, гормональная проблема, в том, что, к сожалению, эти анализы, они... Вот ты, допустим, пойдешь, сдашь в трех разных лабораториях с интервалом в час в один и тот же день, и у тебя, может быть, анализы абсолютно разные. Я сдавал как-то анализы на стрессе, на жутком, и там было ощущение, что я умру завтра, потому что анализы просто все полетели, ну, в смысле, показатели были стрёмные так, что прям, а сдаешь спокойным, то как бы всё по-другому. Вот тот же пролактин, например, да, он очень сильно повышается при стрессовых факторах, и иногда даже, когда берешь кровь, да, и пациент есть очень мнительный, то у него может уровень пролактина повыситься, поэтому всегда мы рекомендуем... Кстати, ещё очень важная такая ремарочка. Не надо готовиться к анализам неделю или месяц. Да, вот некоторые начинают вести правильный образ жизни, питаться, высыпаться, исключать там сексуальную активность, но, понимаешь, в чём нюанс? Мы должны оценивать не идеальные какие-то показатели, мы должны оценивать, да, те гормоны, с которыми живёт мужчина в обыденной своей жизни. Поэтому это очень важно. Да, слушай, ну, то есть мы приходим к... Вот исполнилось 30, я просто помню, как с эндокринологом говорил, у меня главный вопрос, какого чёрта? Вот что в 30 за рубильник, что всё как-то начинает работать по-другому? Ты там, тебе дольше нужно высыпаться, ты после вечеринок должен тоже как-то больше себя приводить в чувства и так далее. Ну, то есть у тебя есть ответ на вопрос, что там за кнопка, которая вырубает резко молодость в 30, и в 30 ты такой уже, типа, как будто дед почти? Хороший вопрос, я сам ещё на него ответ. А тебе сколько? Мне 27. 27, мне ещё нет 30, но, опять же, скоро уже будет, да. О, тогда у тебя подготовительный этап пока что. Я чувствую себя на 35. Слушай, на самом деле здесь трудно ответить однозначно, нужно понимать, что, наверное, к 30 годам мужчина, наверное, такой первый Рубикон его, когда весь тот образ жизни и стиль жизни, который у него был до 30, это первое проявление. То есть, наверное, такой некий первый сигнал о том, что вот, Игорь, задумайся, наверное, ты что-то, может быть, делал не так, и вот сейчас у тебя есть сбои в чём-то. Поэтому, на самом деле, я считаю, что это очень такие важные сигналы, тогда, когда ещё нет каких-то серьёзных проблем, но есть какие-то уже нюансы по сравнению с, не знаю, с тобой 20-летним, да. И это, наверное, лишний повод задуматься и что-то пересмотреть. Опять же, сон, опять же, питание, опять же, какие-то добавки, опять же, проверить те же анализы, да. То есть, мы привыкли, что вот, не знаю, у нас есть там система здравоохранения, у нас там есть генетика, и мы считаем, что вот во всём виноваты вот эти вот факторы. Но на самом-то деле, если так посмотреть, то на 60, может быть, даже и больше процентов, да, если мы берём заболевания, если мы берём здоровье, это мы сами. То есть, это образ жизни. Поэтому вот, кстати, вот в моём телеграм-канале очень сильно мы уделяем внимание именно образу жизни. То есть, ты там не увидишь рекомендации по препаратам, ты там не увидишь рекомендации, там, не знаю, по направлению на какие-то операции, но там есть те какие-то мотивационные истории, какие-то рекомендации, которые помогут тебе как-то исправить или как-то модернизировать, скажем так, твой образ жизни. Ещё про тестостерон. Я как профессиональный дрыщ, естественно, периодически с тренерами я разговариваю про фарму. Не хочу ничего делать, но смотрю просто на то, как они, конечно же, идут. И вот у меня тоже был в подкасте дядя Серёжа, который под 2 метра тоже. Но он примерно как 3 меня. Вот, он на фарме. То есть, он принимает добавки, и, естественно, на этом фоне снижается тестостерон, и он дополнительно припевает ещё его, насколько я знаю, или колет, там, что-то такое. Какое у тебя отношение вообще к такому упорству в спорте? Потому что, насколько я знаю, ещё в принципе, если много тренировок, то какие-то гормоны там тоже начинают плыть. Да, совершенно верно. Ну, смотри, мы должны чётко с тобой разделить два понятия, да. Это, ну, если мы берём, касаемо тестостерона, да, это, скажем, использование тестостерона по медицинским показаниям, использование тестостерона, скажем так, в рекреационных целях, ну, там, курсы, да, есть спортсмены, которые используют там курсы анаборических стероидов. И, понимаешь, здоровье заканчивается там, где есть спорт. То есть, спорт не равно здоровье. Вот физкультура, да, это здоровье. Везде, где есть спорт и там какие-то, не знаю, спорт больших достижений, это уже не граничит ни в коем случае с здоровым образом жизни. Что касается фармакологии, мы должны понимать, что любое вмешательство в эндокринную систему должно быть оправдано. Вот если мы берём спортсменов, которые живут этим, которые зарабатывают деньги, которые заключают там контракты, это их образ жизни, это их профессия. Тогда, да, под контролем специалистов, под контролем анализов, они это делают, они знают, что они делают, они знают, на какие риски они идут, они знают, какие последствия, возможно, у них будут там чуть попозже, они с этим соглашаются. Если мы берём, скажем так, ребят, которые хотят подкачаться, то, наверное, я бы не рекомендовал бы, ввиду того, что это очень часто делают, знаешь, как вот друг посоветовал в зале, а вот уколи там то, а вот сделай вот то, да, и это всё приводит к тому, что, ну, часто это делается без контроля, без контролев анализа, и, ну, согласись, что там редко какой-то 25-летний парень берёт себе, там, не знаю, врача-уролога-андролога или там спортивного эндокринолога и делает всё это по уму. Обычно это всё вот так вот, понимаешь. Поэтому я вот эту вот историю я не одобряю, я считаю, что если человек для себя решает по разным причинам, да, переходить, скажем так, на тёмную сторону, вот, то это должно быть обязательно под контролем. И мы должны понимать, что, вот ты говоришь, что тестостерон снижается. На самом деле нет. Сначала, когда ты употребляешь, там, или препараты, там, колешь, есть там всякие гели, есть даже там таблетированные препараты, да, у тебя сначала происходит буст тестостерона, у тебя высокий тестостерон, у тебя поднимается либидо, у тебя там, опять же, при правильном питании занятия у тебя там мышечная масса и так далее. Но потом, потом, особенно, когда мы уходим с этого неправильно, у нас идёт резкий просадка по гормонам. Понимаешь, мы находимся в такой яме. Это и депрессия, это и проблемы с эрекцией, это и проблемы с либидо. Вот, поэтому у всего есть своя цель, и есть своя какая-то мотивация. Поэтому вот так просто взять и уколоть, я считаю, что это неправильно. Сегодня это редко слышу, потому что у меня есть даже знакомые, которые кололись гормон роста, и это, ну, типа, точнее так, это дети моих знакомых. Ну, то есть там выпускники школ, там студенты первых, вторых курсов, ну, то есть 18 лет условно, и они уже там хотят подрасти, увеличиться, набрать мышечную массу, и вот уже экспериментируют. Таким ребятам хочется сказать, вы сначала научитесь заниматься сначала, научитесь, да, технику, правильную технику, потому что обычно люди, которые вот по молодости, скажем так, используют какие-то препараты, они даже порой не пытаются сами это сделать, они порой даже не знают, как правильно выполнять технику тех или иных упражнений, понимаешь? Им главное быстрый результат. Вот сейчас современный мир, к сожалению, вот ты сам замечаешь, там, ТикТок, какие-то короткие видео, то есть сейчас жизнь настолько скоротечна, люди потребляют что-то очень быстрое. Есть даже такой термин, мир быстрых результатов. Да, и то же самое вот с залом, да, ты пришел, ты позанимался три месяца, ты не увидел там желаемых плюс 1500 килограмм, да, сухой мышечной массы, и ты сразу начинаешь искать волшебную таблетку. Вот то же самое, как вот в урологии, знаешь, вот тоже приходит пациент и говорит, там, доктор, у меня там проблемы с рактильной функцией, он приходит, у него, значит, живот такой, знаешь, вот висит, у него, не знаю, там, такие темные пятна, которые уже говорят о том, что у него предсахарный или сахарный диабет. А он говорит, дайте мне какую-то волшебную таблетку. Ты, например, знал, что проблемы с ракцией это такой ранний фактор проблемы с сердцем? Нет. Вот, я тебе расскажу, что даже есть такое исследование, которое показывает, что проблемы с рактильной функцией это семилетний предиктор развития ишемической болезни сердца. Потому что, ну, если немножко рассудить, то сосуды, которые как раз снабжают сердце и сосуды, которые как раз снабжают наши кавернозные тела, то есть наш член, да, по сути, они имеют разный диаметр. Так вот, если у тебя сосуд полу-члена забивается, допустим, атеросклеротической бляшкой, ввиду там повышения жирных кислот, жиров, так называемых, в нашей крови. Ну, холестерина. Холестерина, да. То эректильная дисфункция наступает в связи с тем, что сосуд закрывается, да. Вот. Ученые подсчитали, что примерно через 7 лет при, опять же, таком же образе жизни у тебя сосуд коронарный, то есть тот, который питает сердечную мышцу, у тебя он также затомбируется и возникнет инфаркт. Поэтому сейчас очень много, даже у нас есть несколько проектов, которые направлены на то, чтобы не просто лечить эректильную дисфункцию с точки зрения, вот тебе Виагра, к примеру, да, выпей, все будет окей. А это нужно направить к кардиологу. Обязательно. Любого человека, неважно, сколько ему лет, если он приходит с проблемами, ну, мы не берем сейчас психогенную эректильную дисфункцию, потому что это отдельно большая тема, и, наверное, процентов 60 мужчин, которые ко мне обращаются, имеют именно психогенную эректильную дисфункцию. Да, это сегодня, это даже можно отдельно поговорить про стресс, да. Да. Поэтому обязательно нужно направлять к смежным специалистам, дабы исключить какие-то проблемы более серьезные. Потому что, окей, не будет эрекции, жить можно, но если будет инфаркт или инсульт, от этого можно умереть, к сожалению. Кстати, пока ты затронул Виагру, расскажи, как она действует, потому что, мне кажется, тоже половина вообще не в курсе, что это, и думают, что вот тебе там 50 исполнилось, и дальше ты принимаешь Виагру как витамины, и все классно. Да. Ну, по поводу Виагры, нужно понимать, что Виагра это довольно-таки старый, довольно-таки, это, в принципе, первый препарат, препарат из группы ингибиторов фосфодиста раза пятого типа. Их три, по-моему, доступно, да? Это тадалафил, это силденофил, и это там есть аванофил, тоже, но он такой, в принципе, тяжело доступный. Ну, скажем так, два популярных, это тадалафил и силденофил. Это, ну, условно, что ты понимал, сиалис и Виагра. То есть это оригинальное название то есть препарата, а действующее вещество там тадалафил или силденофил соответственно. Вот, понимаешь, эти препараты, они не работают вот только на, скажем, на сосудистый компонент нашего получлена. Они влияют, в принципе, на сосуды и лица. Ну, в принципе, на любые сосуды они их расширяют. Они улучшают кровоснабжение, то есть кровоток улучшается. И наши вот кавернозные тела, это вот такие, как бы, знаешь, такие как губки вытянутые, которые заполняются кровью, и соответствующий механизм в состоянии эрекции препятствуют оттоку венозной крови. Вот у нас возникает эрекция. То есть, по сути, это наполнение вот этих вот тел, которые, опять же, повторюсь, такие, как, знаешь, пещеристые, они как, ну, даже, в принципе, и похожи на такие пещерки маленькие. Да, они наполняются кровью, и возникает состояние эрекции. Так вот, эти препараты улучшают, скажем так, кровоснабжение. Ну, нельзя путать с тем, что, точнее, лучше не путать с тем, что улучшается кровоснабжение, и тогда вот давайте будем назначать всем пациентам, у кого там плохое кровоснабжение. Нет, эти препараты действуют как на, скажем, лиц, у которых нет проблем, так и на пациентов, у которых есть проблемы с эректильной функцией. Поэтому и ты почувствуешь эффект, и я почувствую эффект, и там, не знаю, Петя почувствует эффект, у которого эректильная дисфункция есть. Главное не быть в это время в одной комнате просто. Так, но я к тому, что это не решение проблемы. Слушай, иногда это решение проблемы, но не всегда. Вот мы сейчас с тобой немножко затронули уже тему психогенной эректильной дисфункции, и там мы должны понимать, что это сопряжено с психогенным фактором. Ну, вот да. Поскольку мы сейчас все живем в стрессе, размножение, и тем более уж секс ради удовольствия явно не является в нашей мозге, по крайней мере, первой необходимостью, да, то в стрессе, конечно, бей-беги, замри, ну, явно не до секса вообще. Поэтому тут, наверное, сейчас к тебе поток клиентов не заканчивается с этим вопросом. Нет? Да. Как дела обстоят? Да, действительно так. Ну, я не могу сказать, что как-то вот, не знаю, там, ввиду каких-то последних стрессовых факторов, там, увеличился поток пациентов. Они всегда были, потому что стресс всегда есть, и он... Даже, знаешь, мы сейчас, наверное, немножко разделим стресс на тот стресс, который, вот, скажем, бытовой стресс, который влияет как общим фоном на все, там, витальные функции, да, в том числе, в том числе и на ректильные, да, как будто тоже витальные функции. Вот. Но и психогенный фактор, который возникает именно в процессе, в процессе близости женщины, ну, или мужчины, да, то есть мы должны понимать, что психогенно-ректильная дисфункция, она может быть индуцирована стрессом, вот как раз вызвана стрессом, который у нас возникает в жизни, а также может быть вызван тем стрессом, который у нас есть конкретно, там, допустим, каким-то человеком. Или у нас есть какой-то опыт неудачных половых контактов, мы это себе отложили на подсознании, и мы ждем, даже есть такой термин, ты, наверное, о нем знаешь, синдром неудачи. То есть когда мы ждем, что произойдет какой-то факап. Поэтому вот как раз вот в этом случае, в этом случае препараты иногда даже назначаются на длительный период времени, мы говорим про Виагру и аналоги, да, для того, чтобы мужчина, имел большое количество, да, положительного опыта. И вот на фоне положительного опыта у него-то вот компонент психогенного немножко начинает подключаться. Ну, срабатывает другая уже нейронная связь, формируется, и пропадает вот эта такая зацикленность на негативе. Да, именно. Ну, говоря уже тогда про либидо и стресс, хочется спросить про антидепрессанты и противотревожные. Я просто сейчас принимаю все. Вот. Какой опыт у тебя здесь? Насколько я знаю, там что-то снижает либидо, что-то не снижает? Да, действительно, антидепрессанты в современном обществе их все больше и больше назначают. И, к сожалению, очень сильно данная группа препаратов отображается, в принципе, и на либидо, и на ректильной функции. Ну, наверное, ректильная функция ухудшается на фоне именно сниженного либидо. Ну, мы прекрасно понимаем, если желания нет, то реакции достаточно не будет. У меня есть тот же ряд пациентов, которые по, скажем так, назначению психиатра, они не могут, скажем так, отказываться от антидепрессантов и приходится, вот, скажем, с ними работать, имея высокие анализы пролактина, имея высокие анализы того же эстрадиола. Местами у них снижен анализ тестостерона. Мы понимаем, что им какой-то период времени, обычно это год, годы, скажем так даже, им приходится жить на этих препаратах, поэтому первое, что я всегда делаю при общении с такими пациентами, я объясняю, что это состояние, оно пройдет. То есть первое, что должен понимать мужчина или женщина, что это состояние пройдет. И, естественно, что вот в этот вот период времени нам нужно как-то максимально качественно обеспечить им, опять же, ту же сексуальную функцию. Поэтому вот, допустим, те же препараты, да, как выход, почему нет? Я сейчас просто, мне пришла в голову мысль, и, может быть, психиатры меня здесь не поддержат, но если это все может отразиться на гормональном фоне, да, прием препаратов каких-то, связанных там с ОЗС и так далее, то, может быть, есть смысл сдать анализы и посмотреть просто, на что это влияет. Ну, если там ты говоришь, что и пролактин, и тестостерон могут резко поменяться от приема антидепрессантов. Ну, смотри, ты их посмотришь, да, подтвердишь тот факт, что у тебя снижен, чуть подснижен тестостерон или, допустим, высокий пролактин, ну, и ты ничего с этим делать не будешь. Ну, можно препарат другой поменять. Да, ну, опять же, мы должны понимать, что вообще в целом любое хроническое, любой хронический прием препаратов, неважно, это антидепрессанты или это, не знаю, там, ибупрофен банальный, да, любой хронический прием препаратов приводит к увеличению, допустим, того же пролактина. Может это приводить. Антидепрессанты, да, сильно могут, ну, как бы, увеличить уровень апролактина, но если есть возможность поменять на другой препарат, да, естественно, что я направляю к психиатру и говорю, есть ли возможность как-то вот немножко поменять. Но чаще всего замена не сильно влияет на те же самые показатели. Поэтому здесь просто нужно понять, что пока там ты не пройдешь основное лечение свое, здесь надо немножко научиться с этим жить. Про ЗОЖ. Давай. У нас просто подкаст про качество жизни, а я душный ЗОЖник, не могу не затронуть эту тему. Я еду взвешиваю и слежу, чтобы у меня в день не было высокой нагрузки холестерина, то есть я не ем курицу, ем индейку. Если я в этот день ем индейку, то я, значит, заменяю где-то мясной продукт на соевый, например, или растительный. Что мы вообще можем вложить здесь? Скажем так, какой дадим совет? Понятно, что душными ЗОЖниками все не станут. Я даже хлеб пеку из зеленой гречки дома, поэтому тут, да. А если вот по верхам, чтобы мужское здоровье, ну и в целом какое-то здоровье и сексуально активный образ жизни сохранялся, какой нужен образ жизни каждый день? Такой очень широкий вопрос получился. У нас есть время. Ну, смотри, я вот все мне... Очень часто пациенты спрашивают, мужчины, да, вот каким видом спорта мне заниматься? Вот какой вид спорта лучше влияет на эректильную функцию, к примеру? Мне кажется, можно просто в шутку говорить триатлон. Иди попробуй. Ну, действительно, нет такого спорта. Хотя, кстати, есть, опять же, исследование, которое показывает, что командные виды спорта или единоборства, они способны поднимать уровень тестостерона больше, чем другие виды спорта. Вот такое есть, кстати. Они вызывают... Ну, там, где агрессия является каким-то доминирующим фактором, там, соответственно, тестостерона больше. Если совет от меня, то я бы рекомендовал мужчинам упражнения, которые направлены на нестолбище. То есть, это работа ногами. Обязательно, чтобы не было, скажем так, застоя в органах малого таза. То есть, это что? Это велосипед, это бег, это ходьба, это, не знаю, там, приседания. То есть, это не обязательно. Нет, можно, в принципе, и без штанги. Если ты никогда штангу в руках не держал и потом захочешь там с ней присесть, то можно тебе что-то повредить. Да, можно не встать. Поэтому, в принципе, ты должен выбрать тот вид деятельности, который ты сможешь, который тебе, во-первых, нравится, и с которым ты сможешь пройти какой-то долгий путь. То есть, это не история, что ты три месяца позанимался, допустим, вело-тренажером, да, и ты там подумаешь, прокачал свое мужское здоровье. Все, теперь я Conan Warburg. Да, да. То есть, ты должен понимать, что выбирай то, что тебе нравится, но важно, чтобы у тебя работал низ, вот нижняя часть луища. То есть, это ноги, это таз, это, не знаю, вот органы малого таза, чтобы, то есть, там не было венозного застоя, постоянно было кровообращение. Это очень важно. Это потому, что, мне кажется, прям открытие, я даже сам часто пропускал тренировки, я хожу много на всякие групповые, на хиты, и часто пропускал тренировки на низ тела, потому что так потом лень вот это испытывать, боль в ногах. Да, такое есть. Но не надо лениться, потому что действительно, это вот, наверное, если мы берем всю физическую активность, то то, что вот я как уролог могу вам всем посоветовать. Слушай, есть такой еще совет, я помню, мне в одном спортзале ко мне подошел, по-моему, тренер, а я сделал какой-то подход, не помню даже на что, и сел. Я сижу, что-то ковыряюсь в телефоне, он подходит, говорит, типа, после подхода не сиди, якобы это как раз тоже, типа, на что-то влияет. Ты знаешь, это миф, не миф? Вообще есть какая-то доказательная база у этого? А ты тренировал что, ноги? Вот не вспомню. Наверное, ты тренировал ноги. Есть такая рекомендация, что после, допустим, подхода на упражнение ног, ты не должен сидеть, ты должен немножко походить. Вот это действительно есть такая история. Ты, скажем так, не сидя, ты немножко улучшаешь, и опять же, улучшаешь кровоток по тем мышцам, которые ты сейчас тренировал. Поэтому действительно, ну опять же, лучше после подхода на, скажем так, ноги, лучше походить, не сидеть. Это есть такая. Не знаю, насколько это в научном мире доказано, но такая история есть действительно. Итого, у нас, значит, когда мы говорим про Зош и про длиния активности своей половой, мы говорим про качественный сон, ну здесь как бы без него, наверное, в целом никуда, потому что во сне мы восстанавливаемся. Мы говорим про физическую культуру, здесь не обязательно упариваться. Мы можем говорить о том, что после 40, если вы хотите поднять уровень тестостерона, мы рекомендуем пойти на какие-нибудь боевые искусства. Слушай, ну если мужчина до 40 никогда этим не занимался, да, и потом захотел с целью поднять свой уровень тестостерона, а мы должны понимать, что после 40 это как раз вот та история, что мы называем возрастным дефицитом половых гормонов. И, наверное, придя в зал, не сдав анализы, не поняв, что происходит в твоей эндокринной системе, да, ты можешь себе больше навредить. Поэтому, кстати, вот опять же есть ряд пациентов, там возрастных пациентов, которые перед тем, как начать, ну то есть они, допустим, там 40 лет вели там не совсем здоровый образ жизни, да, там отрастили себе много лишних килограмм, и потом, собственно, решили за полгодика, там, не знаю, там молодая жена, и решили, собственно, чтобы ей нравится быстренько подкачаться. И это большая ошибка, потому что та нагрузка, которую вот дают там тенера в зале, и которую сам там человек себе может выбрать, она очень часто негативно влияет. Поэтому вот мужчинам за 40, у которых и так гормональный фон уже страдает, скорее всего, это так, да, если они никогда раньше не занимались никакой физической деятельностью особо, да, они не занимались ни спортом, то им нужно, в первую очередь... И, желательно, знав свои анализы, вот сдав анализы, проконсультировавшись у специалистов, уже после этого подбирать тот вид нагрузки, который ему можно делать в данный момент. Что касается питания, как оно отражается на нашей жизни, в смысле половой? Да, очень сильно отображается, Честно говоря. Да, действительно так. Я сегодня ел сырники, это опасно. Все, я пошел. Нет, мы должны понимать, что продукты питания, ну, мы не должны рассматривать, не знаю, вот эректильную функцию, да, вот эрекцию, как-то вот отдельно от мужского здоровья. То есть, это совокупность многих факторов. И мы не можем сказать, что вот что-то у тебя произошло, и поэтому у тебя вот там, не знаю, там, ты чем-то заболел, и у тебя эрекция пропала. Нет, то есть, обычно, это, скажем так, результат нашего образа жизни. Вот нарушение вот обмена холестерина, к примеру, да, это же отчасти питание, отчасти, конечно, генетические факторы, да, потому что не у всех холестерин повышен. Даже те, кто его употребляет в больших количествах, у них может быть не повышен. Я знаю человека, у которого пониженный холестерин, несмотря на то, что она ест очень много, там, мяса, яиц и так далее. Вот. Поэтому человек иногда приходит и говорит, да, типа, доктор, да, я, говорит, ничего жирного не ем, а у него по анализам холестерин высокий очень, да, поэтому здесь нужно понимать, что есть большое потребление, а есть уже обменное нарушение внутри организма. И неважно, ты можешь вообще не употреблять холестеринов, скажем так, из продуктов питания, но у тебя будут нарушения именно обмена уже имеющихся вот жирных кислот. Вот. Поэтому питание, питание, ну, опять же, что касается мужского здоровья, все мы знаем там, что, допустим, те же самые овощи, да, то есть наш рацион, рацион мужчины, но мы сейчас, наверное, не будем там делать акцентом мяса-не мяса, потому что есть там, не знаю, хотя я отношусь к вегетарианцам, к веганам с точки зрения здоровья, это не очень правильно на самом-то деле, да, потому что каким-то мне был бы там растительный белок, все равно он очень бедный на аминокислотный состав, очень неполноценный, да. Поэтому это мясо, причем мясо, не надо вот зацикливаться, ну, мое мнение, не надо зацикливаться на, там, не знаю, курице-индейке, да, то есть мы должны в принципе кушать и говядину. Возможно, там иногда какие-то другие там продукты питания, именно мясные, да, рыба. Вот отдельно поговорим, наверное, про витамин D и про полиненасыщенные жирные кислоты, вот омега-3, 6, 9. Ну-ка. Вот, то есть мы должны понимать, что, вот, к примеру, да, вот ты знаешь, что там 90% там москвичей, к примеру, да, у них есть дефицит витамина D. Даже на Бали он есть у людей. Да, а ты знаешь, что дефицит витамина D чаще связан также с низким уровнем тестостерона? Что? Ну вот, да, казалось бы, где связь, но тестостерон синтезируется у нас из холестерина, да, то есть он получается, захватывает холестерин и получается тестостерон. То есть, кстати, это вопрос к тому, что обычно девочкам говорят, что им нельзя сильно сушиться, потому что уйдут все женские гормоны, мужикам тоже нельзя сильно сушиться? Да, безжировая диета, она приводит, всегда будет приводить к снижению уровня тестостерона. Да что ж такое-то? Поэтому жир должен быть в любом случае. Я не говорю, там, не знаю, есть там бургеры. Мы не про спасательный круг. Да, да, жирные кислоты должны быть обязательны в рационе и мужчины, и женщины. Так вот, витамин D, он помогает адекватно синтезироваться тестостерону. Поэтому витамин D в контексте мужского здоровья очень важная история. Учитывая, что, собственно, синтез витамина D осуществляется под прямым воздействием ультрафилето лучей, да, и, ну, понятное дело, что особенно в, скажем так, осенне-зимний период мы не можем объективно получить этого. Тем более даже вот, не знаю, два-три раза в год там слетав, куда-то отдохнув, да, и вот как только наше тело покрывается загаром, витамин D резко перестает синтезироваться. Должен это понимать, что вот некоторые думают, я вот там буду на солнце лежать, да, не знаю, там, до корочки, да. Нет, как только ты покрываешься загаром, витамин D хуже синтезируется. Поэтому, кстати, вот архит, да, это заболевание, которое ассоциировано как раз с дефицитом витамина D, чаще всего у темнокожих людей. Вот, поэтому всем рекомендую, перед тем, как начать пить витамин D, обязательно сдать его, посмотреть, да, потому что от тех цифр зависит та дозировка и тот формат, который ты будешь пить, именно... Принимаем его с омегой. Да, обязательно нужно принимать его с омегой, потому что это жиросфоримый витамин, и... И днем еще можно витамином С закинуться, чтобы точно усвоился, потому что так ему комфортнее. В том числе, да. Справка о душной. Так, значит, про питание поговорили. Ну, в общем, здесь, наверное, дадим общую такую рекомендацию. Это канадская тарелка, которая сейчас становится популярна, да, где разные овощи, разная зелень, углеводы сложные. То есть мы просто говорим о том, что если у вас активный образ жизни, то, наверное, бургеры и стейки вы можете себе позволять, но просто в этот день, ну, все равно аккуратнее, потому что холестерин, ну, как бы, мне кажется, он довольно быстро накапливается. Ну, как-то не то, чтобы его нужно ждать. Да, особенно если есть генетические факторы, то есть если там у отца, у матери, у дедушки, у бабушки, да, была там истемическая болезнь сердца, было нарушение, опять же, тех же жирных кислот, или там, не знаю, там, сахарный диабет, то есть у тебя есть провоцирующие факторы, да, генетические факторы. Ты должен... Это не означает, что у тебя это будет. Но вот, скажем, в популяции у тебя высший риск, что у тебя будет нарушение вот обмена жирных кислот. Поэтому проверить, посмотреть, и потом дальше уже выстроить какую-то свою диету, или там даже, может быть, прием каких-то препаратов на какой-то период времени. Это нужно сделать не когда, не знаю, тебе 45, и ты почувствовал, что что-то не так в твоей организме, да, когда ты бодр, свеж, мол, там, в 30-35 лет, ты должен это делать. Ну и, собственно, мы все-таки говорим о том, что сейчас мы закладываем свое здоровье на будущее. Нельзя взять, сесть на диету, три месяца сидеть, заниматься спортом, и такой, типа, все, я здоров. Это не работает. Слушай, у меня тут родился просто вопрос, какие часто тебе пишут в твоем канале, он довольно большой, с чем к тебе туда приходят? То есть какой главный наболевший вопрос? Во-первых, это, кстати, даже интересно. Мужики или жены пишут? Ну, естественно, что в основном пишут мужчины. А, я просто думал, что мало ли, есть уже такая история, что, типа, жены приходят с вопросами о своих мужьях. Такие вопросы были, даже у меня было несколько пациентов, которые, вот, собственно, писали их жены с целью, вот, скажем, записать, ну, познакомиться со мной, записать своих мужей на консультацию. Вот, я всегда, конечно, пишу вопрос, что, да, окей, я проконсультирую, но только при условии, что он сам хочет, и он сам согласен. И он сам придет. Сам придет, а не то, что вот за ручку, там, привели мужчину, а он мне говорит, да нет, у меня все нормально, жена там что-то придумывает. Поэтому, естественно, пишут в основном мужчины, пишут много молодых ребят, скажем так, это вот даже там до 18 лет есть, да, вот ребята, которые... Что? Да, да, к сожалению, вот этот, наверное, самая, ну, скажем так, в кавычках, нелюбимая возрастная категория, потому что это люди еще обычно, которые, ну, скажем так, с неокрепшей, да, мнительной, с неокрепшей психикой, которые что-то там начитались, насмотрелись, там, особенно, там, под влиянием, там, разных факторов, и они придумали, что у них есть какие-то проблемы. Так, друзья, еще раз напоминаю, не ищем диагнозы в интернете. Да, этого делать не надо. Я потому что так тоже один раз сделал, было страшно. Так, хорошо, давай тогда, у нас осталось немножко времени, как определить проблемы, вот какие-то признаки, которые нельзя пропустить, с которыми уже точно к тебе идти. Ну, давай немножко расскажу про то, что нужно делать каждому мужчине, в принципе, ежедневно, да, то есть вот то, что, опять же, нам, то, что нам доступно, то, что мы с тобой в самом начале обсуждали, это самодиагностика. Причем самодиагностика, она не должна ограничиваться половыми органами. Да, это лимфоузлы, это, не знаю, какие-то там вот, там, бородавки, да, вот там, в подмышечных впадинах, где-то на шее, да, потому что вот те же кандиломы или папиломы, да, могут быть следствием активности, там, вируса папиломы человека или герепетической инфекции. То есть каждый день ТО? Ну, опять же, это должно быть не судорожное, не знаю, там... Под лупой... Да, да, то есть мы должны, помимо наших, скажем так, наружных половых органов, еще смотреть свое тело, смотреть какие-то изменения, какие-то высыпания и так далее. Вот, например, немножко затронули тему сахарного диабета, да, вот, очень часто, может быть, ты обратишь внимание, мужчины там с повышенным индексом массы тела, да, у них вот есть такие, как будто грязные локти. Замечал такое? Или грязная шея. Вот, и нам кажется, да, обычному человеку, что, вот, скорее всего, просто, ну, человек неопрятный. Но на самом деле это вот, скажем, следы изменения, то есть это вот такой акантоз, да, то есть это уже меняется пигментация кожи вследствие нарушения вот углеводного обмена. То есть можно даже по внешнему виду сказать, есть ли у человека сахарный диабет или там дефицит тестостерона или нет. То есть, ну, естественно, что мы не строим из себя суперменов и не ставим диагноз просто по внешнему виду, но уже предположив, как человек зашел, как он выглядит, да, мы уже можем предварительно представить, с какими проблемами он к тебе будет обращаться сейчас. Вот, поэтому самообследование должно быть. Естественно, если что-то болит, если где-то что-то капает, если где-то что-то, не знаю, припухло, да, мы должны, ну, во-первых, должны объективно оценивать свои симптомы. Мы не должны искать внутри себя какие-то жалобы, потому что это вот эти вот мнительные личности, да, даже есть там психотипы по отношению к своему здоровью. Вот этим заниматься не надо. И ввиду своей деятельности, учитывая, что урология, она переплетена, скажем так, из психологии, да, мне часто приходится особенно вот с, ну, не скажу, что только молодые ребята, есть там ближе к 40, с которым там основная масса, там, основное время консультации я им рассказываю, что у вас все нормально, у вас проблем нет. И вот еще, скажем так, моя такая особенность, что я часто людей отговариваю в том, что у них есть какие-то проблемы. Действительно так. То есть, если бы, может быть, другие специалисты сказали, да нет, вот у тебя там есть проблемы, давай в этом обследоваться, если я вижу, что действительно проблем нет, то я говорю, ты успокойся, у тебя проблем нет. Вот те диагнозы, которые тебе написали предыдущие врачи, выкинь их. Нет никакого у тебя хронического простатита по УЗИ предстательной железы, да. Нет там у тебя мочекаменной болезни, опять же, там, по УЗИ, там, находки, там, мелкие камушки, там, 3 миллиметра, и ставить диагноз мочекаменная болезнь по УЗИ. Так делать нельзя. Окей, если там человеку, который к своему, ну, скажем так, более расслабленно к этому отнесется, есть люди, которые действительно сильно напрягутся и будут искать, вот ходить упорно искать эту инфекцию, это заболевание по многим специалистам. Вот с такими нужно отдельно работать, желательно, чтобы еще и психолог подключался, ну, учитывая, что когда приходит, скажем так, пациент к урологу, и он говорит ему, идите к психологу, да, то есть комплентность, конечно, будет низкая. Да, поэтому нужно хотя бы как-то вот намекнуть или на своем каком-то личном общении, да, пациенту, мужчине сказать, что у тебя проблем нет, не надо искать ее там, где ее нет. Слушай, с Олей, с гинекологом мы много говорили про секс. Хочу спросить у тебя, это все-таки качество, как влияет на качество жизни, и это опыт или навык? Я вот и у нее тоже это спрашивал. Ты имеешь в виду опыт или навык секс? Да. Хороший вопрос, слушай. Я считаю, что все же опыт, наверное, это опыт, но какие-то внутренние, наверное, задатки, то есть, ну, как обычно происходит в отношении секса, то есть человек то, что хочет ощутить, да, скажем, на себе, он то обычно отдает партнеру своему. То есть он отзеркаливает. И соответственно, что если человек вот как-то вот, не знаю, у него стереотип вот сексуальной активности один, значит, ему аналогичные потребности он испытывает. Вот, касаемо влияния секса там на мужское репродуктивное здоровье, мы должны понимать, что, кстати, а ты знаешь, что рак предстательной железы, ну, вот заболевания, которые возникают у мужчин за 50 в основном, вот, и очень часто как раз вот снижение половых гормонов, снижение сексуальной активности, снижение числа эякуляции как раз может приводить к изменению в ткани предстательной железы. Даже есть такое исследование, причем на очень высоком уровне, которое показывает, что более 21 эякуляции в месяц снижает риск возникновения рака предстательной железы на 20%. Слышал такое, и как раз-таки я к этому собирался подвести. Даем зеленый свет, 21 день в месяц. Сколько там у нас? 21 раз. Я не сказал день, я сказал 21 раз. Хорошо, 21 раз. Можете себе неделю выходных сделать. Да. Ну, слушай, это неплохая рекомендация. Мне кажется, она какая-то очень позитивная. Да, потому что действительно, вот, я сейчас никого не призываю там идти и, скажем так, брать в руки ружье. Я даже сразу не понял тебя. Окей, ружье. Да, но мы должны понимать, что действительно вот застойный процесс в предстательной железе, они приводят и к застойным там воспалительным процессам и к обструкции, то есть закупорке, да, вот тех протоков предстательной железы, которые, не знаю, там, впоследствии могут приводить к проблемам. Поэтому я не призываю никого там, если он, у него какая-то своя сексуальная конституция, скажем так, активность одна, я не призываю. Но при этом вы должны понимать, что эякуляции быть у мужчины должны. Ну что, на этом мы завершим. У нас сегодня такой ознакомительный, по сути, получился выпуск, потому что, мне кажется, тема довольно обширная. И есть еще миллион тысяч заболеваний, про которые можно отдельно говорить. Я думаю, что мы еще не раз можем здесь встретиться. Автор канала Мистер Икс. Мужское здоровье. Уролог Дмитрий Хисный был сегодня у меня в гостях. Подписывайтесь, друзья, на канал Дмитрия и пишите вопросы мне, если у вас они останутся. Я потом Дмитрию их тоже могу передать. Это был подкаст «Накопились токсины». С вами был Амбассадор Чикапов и Зеленой Гречки Игорь Кун. Услышимся.